Всем привет, я Даша. И сегодня я рассказываю прочитанную за неделю. И подборочка вышла странненькая, и вы сейчас увидите почему. Начну я с книги, которую сама не ожидала, что прочитаю. Джулия и Джулия готовят счастье по рецепту. Автор у нас Джулия Пауэлл. Существует одноименная экранизация. И я шла к этой книге очень долгим путем. Еще в 2012 году, если мне не изменяет память, я ее заказала. Будучи абсолютно покорена экранизацией, я люблю ее до бесконечности, которую присматривать буквально каждый день. Она меня очень вдохновляет и просто предмет моего уважения. Получив тогда книгу, начав ее читать, даже не смогла довести дело до конца, дойти до финала. Дело в том, что Джулия, которую я видела в фильме, и Джулия, которая в книге, совершенно разной личности, и мне это абсолютно не понравилось. Я была расстроена, огорчена и разочарована. Но где-то месяц или два назад на одном изумительном совершенно канале я услышала такую фразу, там делался обзор на кандидат с Галли Поттером. И вначале автор говорил, что сравнивать книгу и фильм, это все равно, что сравнивать фотографию и рисунок художника. То есть это два абсолютно разных видов искусства. Меня это обескуражило, привело в себя, встряхнуло, навело порядок следи мыслей. Я поняла, что смотря фильм, нельзя ожидать, что он будет в толще, как книга. Следующий шаг – это подборка книг. К видео, помните, я снимала ювелирные украшения в книгах. Я судорожно вспоминала, какие книги, ну, когда готовилась к видео, в каких книгах фигурируют украшения. И вспомнила, что в фильме, вот это, подражаясь своему кумиру, Джулия носила нитку жемчугу на шее. Думаю, а если это в книге? И нашла электронную версию, поискала по ней с помощью соответствующей функции, там нет этого не было. Но случайно я прочитала небольшой отрывок, буквально абзац. И очень быстро читали. Мне понравилось. Я думаю, я как раз зачитывала цикл «Свингалец». Думаю, вот дочитаю, попробую бумажный вариант прочитать. Всё-таки. Я подошла к шкафу, доставала книгу. Я даже не стала далеко отходить от шкафа, потому что была почти уверена, что тут же книгу на полку верну. Очнулась я на 50-й странице. Мне очень понравилось. Всё-таки надо читать эту книгу, позабыв об экранизации. Это очень важно. Совсем по-другому читается, иначе воспринимается. Я была в дичайшем восторге. Мне понравилось. Безумно. А какая здесь концовка. Невероятно трогательная. Я просто расплакалась. Не просто слеза блеснула в уголке глаза, очи увлажнились. Прямо по щекам у меня текло. Я была в диком восторге. Единственное, хочу предупредить людей впечатлительных и жалостливых. Но я тоже жалостливая. Поэтому и предупреждаю. Особенно вегетарианцев. Вот вам лучше не читать эту книгу, потому что одно только то, как она лобстера фарила. Я как вспомню, до сих пор вздрагиваю. Этот момент есть и в фильме, но там гораздо более деликатно. А здесь так написано. Ой, я думала, мне дурно сделается. Ещё один минус у этой книги. То, что Джулия Пауэлл не различает индусов и индийцев. Это совершенно разные вещи. Да, слова похожи. Оба начинаются на «и». Но совершенно разные вещи. Индус — это приверженец определенной религии. Он может проживать в любой точке мира. Индийц. Главы здесь чередуются. Сначала Джулия рассказывает о себе от первого лица. Это такая автобиография. Есть главы, где она рассказывает о Джулии Чайлд от третьего лица. И, ну, кстати, таких глав гораздо меньше, чем автобиографических. Не могу не подчеркнуть, что Джулии иногда весьма забавно балуются с метафорами. Вы послушайте, я вам зачитаю. Но печеницы обмякли и склювечились, как унылые девицы в танце с неинтересными кавалерами. Готовя баранину, говорит. Мы с Эликом сравнивали ее с выкидышем инопланетянином. Или вот еще. Меня же разнесло во все стороны, как сплетни из бульварной газетенки. И книга в этот раз мне зашла. И даже очень. Но вот единственное, я предупреждаю насчет впечатлительных. Вот вам лучше стороной обойтись. Хотя, конечно, можно попробовать. И знаете, что еще послужило тем, что я все-таки стала читать эту книгу. На первых страницах обычно авторы благодарности раздают на последнем, когда повествование уже закончено. Но Джулия сделала по-мудрому, я считаю. Она эту страничку разместила перед основным повествованием. А я всегда читаю этот раздел. И она в том числе пишет. Благодарю Элизабет Гюберт, которая умудрилась спасти меня за 20 минут, при том, что она в этот момент находилась в Афганистане. Я безмерно уважаю Элизабет Гюберт. Кстати, у нее вошла новая книга. Называется «Город женщин». И то, что она спасала Джулию Пауэллу, значит, она... В общем, для меня это послужило гарантией того, что книга не так уж и плоха. И она настолько неплоха, что я даже посмотрела, не написала ли она еще что-нибудь. Дописала. Мне может изменять мою память, но по-моему, называется «Лавка мясника» или как-то так. Я тут же скачала электронную версию. Еще, правда, не читала. Идем к следующей книге, наконец. Следующая книга тоже автобиографическая, но лучше бы я ее не читала, хотя она принадлежит первописателю, которого я до недавнего времени уважала в Бескрайне. Эта книга называется «Путешествие по Европе». Автор Билл Брайсон. Написана она очень легким языком, с юмором. Это кажется вначале, а потом понимаешь, что... Ну, может быть, это мои тараканы. В голове мне вот это вот нашептываю, это на самом деле нет, но я увидела признаки расизма. Это человек-расист. Грубые слова просто через предложение. Синоним слова «заниматься любовью» в очень грубой форме. Прежде оно имело значение что-то разбить, уронить. На букву «Т» если кто-то еще не догадался, просто на каждой странице слово, обозначающее естественные, человеческие и не только, но еще и звериные отходы организма, вообще в каждом предложении. Повсеместно недовольство сиен подряд. Этот автор поражался Францией в негативном смысле, а знаете почему? Потому что француз, узнавая, что он американец, не предлагал ему выпить за свой счет, за то, что США освободило Францию от оккупации немцев во Второй мировой войне. И вот здесь у меня была следующая эмоция. Что? Поразительно, он ненавидит собак. Он предлагает всех собак сгнать, отправить на отдельный остров, кроме пудилей. Если вы думаете, что он пожалел пудилей, что он любит эту породу, вы заблуждаетесь. Дело в том, что он предложил собрать пудилей и их острелять. Милый дядечка, правда? И это тот человек, который написал «Краткую историю быта». Это тот человек, который написал «Шекспир и смерть театра». Ну как так? Я не знаю, смогу ли я вообще продолжать знакомство с его книгами. А если смогу, как скоро я смогу это сделать? Ну самое удивительное, что на «Лайф-либе» у этой книги, ну почти высокая оценка. Там если округлить 4 балла. 3-9, по-моему. Я была чаще в шоке. Вот вы знаете, на обложке книги изображена хрюшка. Не в обиду этим милым интеллектуальным зверушкам будет сказано. Я ревелась, кстати, в год как бы она. Но вот мне кажется, автор, он вот как раз то, что на обложке изображено. Я просто после прочтения книги чувствовала себя, как будто меня в грязи изваляли. И в том, что он упоминал в каждом предложении. И ранее об этом говорила. Написано все от первого лица. Но вот, и насколько мне известно, отписалась в 90-е годы. Искренне надеюсь, что с тех пор он изменился, подобрел. Но что-то не верится. Я была так окорчена и разочарована. И я до сих пор пребываю в крайней печали. И я знаю, что великие люди порой бывают неприятными. Но никак не ожидала этого от Билла Брайсона. Я даже подумала, ну, у нас вот толстых писатели все время путают. И считают их братьями. Может, у них там в США такая же засада с Биллом Брайсоном. Может, там есть еще один писатель. Ну, полная тезка. Пошла проверять. Нет, это он. Я очень горчина. Но все-таки вам прочитаю несколько цитат. Таких смешных, забавных. Я пролетел 4000 мир в холодильнике с крыльями. Ну, в самолете холодно было. Неожиданно порыв ветра грохнул меня головой об лед с такой силой, что я вспомнил, куда засунул прошлым летом ключ от угольного сарая. Светофор был задуман с четкой целью повернуть иностранного гостя в смущение и унижение. А потом, если все пойдет по плану, умертвить. Ну, и, собственно, стран, о которых он рассказывал, в которых побывал. Норвегия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Дания, Швеция, Италия, Швейцария, Австрия, Югославия, Болгария. Даже Турция. Хотя у меня слабо с географией, но, по-моему, Турция не совсем Европа. Это уже не она. В общем, ребята, я в шоке. Следующая книга, которую я вам расскажу, в отличие от предыдущей, крайне позитивная. Ну, не то чтобы позитивная, по порядку пойдем. Называется «Нарождественская шкатулка». Ей написал Ричард Пул Эванс. Он тоже барриканец. И, я знаю, немножко не по сезону. Это очень большая история. Всего 70 страниц. Желала была небольшая семья. Молодая. В очень таких сжатых условиях, если можно так выразиться, скудных. И вот они видят объявление некой дамы, владелицы большого дома. О том, что она предоставит комнаты для жилья в обмен на некую помощь по дому. Эта семья приезжает к даме. Они друг другу знакомятся. Друг другу нравятся. И начинаются совместные проживания. Они друг другу очень хорошо привязываются. И муж этой семьи находит на чердаке шкатулку. Рождественскую, по которой и названа эта поиск. В которой находятся письма. Кто эти письма привисал, кому они адресованы, это вы узнаете по знакомившей эрисе с данным произведением. Она очень трогательная. Очень так вот вырывает из вашего сердца слезу. Акцент здесь делается на том, что работая, не надо забывать о семье. Надо всегда не помнить, я вам приведу одну статью, которая мне очень понравилась. Я убеждала себя, что работаю во имя её. Это он от твоей маленькой дочки. Во имя её будущего. И лишил себя настоящего. Замечательная поиск. Очень рекомендую вам с ней знакомиться. Если не хотите её читать, как я сейчас, отложить её, пометьте себе где-нибудь и прочитать её где-нибудь незадолго до Рождества. Здесь есть нотка печали, поэтому с этим поосторожнее. Но в целом, очень достойное произведение мне понравилось. На этом всё. Пока-пока и до скорых книг. Продолжение следует...